Он попадал в ДТП дважды. Неудачно перебежал и по итогу меня сбила фура. Но чудом остался в живых. Ну как врачи тебе говорят, что... Ну, говорю, нормально, всё. Родился в рубашке. Он говорит, нет, не в рубашке, вроде не жалеть. Андрей Жук. Это счастье то, которое при мне, Господь творил не засыпая. Про шанс и ста. Я уверен, что это мой ангел-хранитель, это моя мама. Лично она. И уличный перформанс. 16 лет начал заниматься, когда у нас в городе это впервые появилось. Один день. Учитывая мое хобби, мои предыдущие места работы, то есть всё время с людьми, всё время движение. И единственный диагноз. Надо радоваться жизни. Кто ещё будет радоваться, если не ты сам? Смотрите прямо сейчас. К этому уличному перформансу мы ещё вернёмся. Пока же на часах 9.50. 27-летний бобруйчанин Андрей Жук идёт на работу. Он старший продавец в обувном магазине. Занимается здесь торговлей и следит за порядком. Большое значение парень придаёт обслуживанию покупателей. Предлагаешь людям, именно не втюхивая, чтобы они обязательно купите, а просто предлагаешь и поясняешь им, что это по доступным ценам, но это качественно. До магазина молодой человек успел поработать с помощником бармена, диджеем, кальянщиком и даже открыть свой небольшой бизнес по продаже кукурузы. К слову, в Бобруйске он был первооткрывателем в этом деле. Однако занятие стало нерентабельным, как говорит Андрей. Теперь вот продаёт обувь, и ему это нравится. Учитывая то, что я уже так общался, когда был свой бизнес, и когда, учитывая мое хобби, мои предыдущие места работы, то есть всё время с людьми, всё время движение, очень даже как свой человек, скажем так. Андрей Жук – артист оригинального жанра. Родился в 1992 году. Окончил Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж, а также индустриально-педагогический колледж от Республиканского института профобразования в Минске. Увлекается фаер-шоу, пишет стихи, коллекционирует монеты. Работал индивидуальным предпринимателем, занимался продажей кукурузы. Сегодня трудится продавцом в магазине обуви. Сегодня мы расскажем о человеке сильным духом и как ему выпал шанс 1 из 100. Это сегодня парень уверенно стоит на ногах и смело смотрит в будущее. А 8 лет назад жизнь нашего героя разделилась на до и после. В 2011 году с ним произошел несчастный случай. Тогда Андрею было 18 лет, и он мечтал о водительских правах. В тот роковой день, когда приключилась беда, парню предстоял повторный экзамен в ГАИ. Он спешил на маршрутку после автошколы. Юноша перебежал дорогу в неположенном месте, и его сбила пивная фура. Сбила на скорости 40 километров в час, ну и провезла на себе еще 30 метров. На тот момент, чтобы вы понимали, с моим ростом 1,85 метра, я весил всего лишь 50 килограмм. То есть, ну, дистрофик это еще комплимент был бы. Я умудрился повиснуть на решетке радиаторной. Водитель когда-то все увидел, он выскочил, сначала не понял. Он выходит после остановки, именно на стороне, где я перебегал. Он выходит с машины, смотрит, я вешу на капоте. Ну, из-за этого он и проехал 30 метров, потому что, ну, ПДД нельзя. Прямо на остановочном пункте транспортных средств общественных восстанавливаться машинам. Он проехал еще 30 метров, получается. Ну, и я вешу. Он боялся меня снимать, как он говорил сам, потому что мало ли я рассыплюсь. Сразу вызвал ГАИ, то есть, скорее, ГАИ, видимо, где-то ближе были, они подъехали первыми. В больницу парня привезли с тяжелейшими травмами. Сразу после страшного ДТП Андрей провел 19 дней в коме. Прогнозов, каким он выйдет из нее, врачи не давали. Ему прощили один шанс из ста. И он выжил, вопреки всему. Инспектор ГАИ сказал тогда парню, что родился он не в рубашке, а в бронежилете. Юноша заново учился ходить. На его реабилитацию ушли долгие месяцы. Как-то выкарабкался благодаря своей матери. Это мне более чем уверен. Ну, скажем так, это ладно, если бы так. У многих людей могло произойти и похуже. Но потом еще в 2014 году у меня сбила машина опять. Вот, о нашем проспекте Георгиевском, по-моему, рядом с новым мостом нашим. Ну, как мы его называем, новый мост. Был уже виноват водитель? Да, в тот момент был виноват водитель. Если я правильно помню, по-моему, штрафы. Это естественно. И, по-моему, на полгода лишения прав. Как прощи говорили, среднее сотрясение. Меня просто потошнило немного, естественно. Герой говорит, в результате всех событий у него произошла кардинальная переоценка жизни. И он в самом деле будто родился заново. В начале 2012 года я просто все капитально, конкретно переосмыслил. Своё общение с людьми, с родственниками, свои взгляды на музыку, на себя, общение, отношение, поведение, своё поведение. То есть абсолютно все переосмысливал полностью. И я считаю, что 2012, именно начало 2012 года, это появился новый я. Казалось бы, жизнь стала понемногу налаживаться и входить в прежнюю колею. Но в 2014 году у Андрея произошла ещё одна трагедия. Любимая мама, которой он считал своим ангелом-хранителем, ушла из жизни прямо у него на глазах. Ей было всего 42. Но герой и здесь не сломился. Мне хотелось, как многим, например, скуриться, с колодца, спиться там. Но я нашёл все силы, я выдержал. Я просто подумал, что она не хотела бы, чтобы со мной произошло что-то негативное. Она хотела для меня счастья, потому что я знаю, что она ко мне относилась, как... Она свою жизнь отдала за меня. После многочисленных интервью парня в различных СМИ, люди стали оставлять отзывы под опубликованными материалами о нём. Андрей не скрывает, его огорчило, что многие писали, мол, сам виноват. Надо смотреть по сторонам, ведь от несчастного случая не застрахован никто. Он убеждён, важно быть терпимей друг к другу. Насколько люди не понимают, что человек не застрахован, он может завтра даже не проснуться. Как невзначай бывает, что просто там у кого-то загорелась квартира, а не у тебя даже, а просто из-за порог ты мог отравиться. Всё. То есть ты можешь даже не проснуться, завтра вам может и не быть. И они считают, что вот, если у человека так произошло, то это его вина, и он был неправ. А то, что у них может произойти ещё похуже, их это не волнует. Но я к этому отношусь как-то настолько нейтрально, что просто нейтрально. Слухи – это есть слухи, как я считаю. Ещё до переломного момента в жизни герой всерьёз увлёкся фаер-перформансами. Он один из первопроходцев этого красочного уличного искусства в нашем городе. Как только взял в руки неоновые шары и попробовал несколько элементов, сразу понял, что хочет этим заниматься. Подруга со двора, которая этим увлекаться немного раньше начала, они собрали новую команду. Она говорит, Андрей, не хочешь попробовать? Вся самая нормальная получалась, когда она принесла тренировочный инструмент во двор. Я попробовал, она говорит, хочешь попробовать? Я говорю, ну, пошли. В итоге за неделю обучения, сколько, ну, может, три часа от силы, то есть учитывая каждый день тренировок, я научился, ну, меня учили, обучали. Ну, а потом я всё начинал сам обучивать, то есть смотрел видеоуроки. Сейчас уже, слава богу, тогда, точнее, тогда ещё был доступен интернет уже. Ну, и вот как-то начал изучать разные элементы движения, действия. Поначалу Андрей использовал для своих занятий самодельные пластиковые колбы из-под обычного молочного напитка с фонариками внутри. А затем в ход пошёл профессиональный инвентарь. Потом взор полнается, и через интернет, когда уже появились такие возможности, заказывать с разных стран. Именно почему? Но такие, они не сильно дорогие, приемлемые. Я-то на тот момент ещё учился и работал в Минске. И они сияют радугой, то есть разные цвета можно настраивать. Но радуга самая, по-моему, красиво смотрится. Поэтому такие вот и выбрал как-то. Работает герой, конечно, и с огнём. Эта стихия его вдохновляет и манит. Ему нравится дарить красоту людям, которых всегда завраживает подобное зрелище. Мне нравится реакция людей. Потому что у меня не однажды было такое, что вот всё, я даже с огнём закончил выступление. Люди просто стоят все и не знают, что делать. Пока те люди, которые знают, уже видели меня, они начинают аплодировать, другие не понимают, что делать. То есть они стоят, и у них глаза на выкате. Они думают, что, блин, это так красиво, а что делать? Как отблагодарить, в плане, вот он только что что-то сделал красиво, нам это понравилось, а что нам дальше делать? Именно эмоции людей, вот что меня в этом привлекает. Кроме фаер-шоу, Андрей Жук пишет лирические стихи, увлекается нумизматикой и клубной музыкой. Сегодня он радуется каждому дню и ценит жизнь во всех её проявлениях. К слову, водительское удостоверение он всё ещё планирует получить. У меня один главный фактор, вот как-то, как сказал знаменитый певец НОЗМСИ, ну, среди молодёжи он на всяком случае знаменитый больше. Свои плюсы есть во всём, их видеть просто нужно. Поэтому даже если какая-то негативная ситуация, ну, я как-то не сильно печалюсь, потому что надо радоваться жизни. Кто ещё будет радоваться, если не ты сам? Андрей Жук убеждён, что бы в жизни ни происходило, важно никогда не опускать руки. Ведь счастлив не тот человек, у кого нет проблем, а тот, который умеет с ними справляться. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова